Привет, друзья! С вами Виктор и вы на канале про часы. Сегодня говорим про довольно интересную марку часов. Главный калибр. Я думаю, что немногие из вас про нее знают. По сути, эта марка является микробрендом. Концепция и дизайн часов создаются в России, ну а сборка происходит на территории Китая. И к нам уже приезжают готовые часы. Ну а что в этих часах такого интересного, спросите вы? Дело в том, что главный калибр не просто берет и копирует какие-то известные дизайны, а создает новые концептуальные часы. Часы, которые посвящены великим событиям из нашей истории. Из истории Российской империи, Советского Союза и современной России. Сейчас в коллекции есть несколько моделей часов. Все они лимитированы, выпускаются по 500 штук. Одна из самых известных, это, пожалуй, модель «Русская Аляска». И их, я думаю, вы уже видели. Но сегодня мы посмотрим на часы, которые посвящены паровозу. Пожалуй, самому интересному паровозу из истории России. ИС-2016. Ну и перед тем, как рассказать про этот паровоз, небольшая важная новость. Именно эти часы, часы главный калибр, отправятся кому-то из вас, дорогие подписчики. Все, что нужно сделать, все условия розыгрыша будут в описании и расскажу отдельно в конце ролика. Ну а теперь давайте узнаем, чему же посвящены эти часы. ИС-2016 советский магистральный скоростной паровоз. На момент создания, а это 1932 год, являлся самым мощным пассажирским паровозом в Европе. А в 1937 году этот паровоз получил гран-при на всемирной парижской выставке. ИС-2016 остался в истории как самый сильный и мощный паровоз в истории советского паровозостроения. Благодаря обтекаемой форме кожуха паровоз смог разгоняться до 155 километров в час. Кстати, по официальной версии, именно по решению рабочих завода паровозу и было присвоено имя ИС, что означало Иосиф Сталин. Первые паровозы ИС поступили на линию Москва-Ленинград, а позже еще на некоторые участки. Хотя на большинстве советских железных дорог того времени паровозы ИС просто не могли работать из-за низкого технического состояния путей. В литературе можно встретить еще одно обозначение этих паровозов, такое как ФД. Это связано с периодом борьбы с культом личности Сталина. В 1962 году название изменили. Эксплуатация паровоза в серии ИС продолжалась до 1972 года. Сегодня остался единственный известный полностью сохранившийся паровоз ИС. Он находится в Киеве и установлен как памятник в локомотивном депо. Ну что, друзья, не забудьте подписаться на канал и давайте же смотреть на эти часы поближе. Поехали! Итак, давайте смотреть, что же приготовил нам главный калибр. Вот так поставляются часы, бумага транспортировочная и в красной такой коробке с имитацией кожи часы к нам и поставляются. Здесь, кстати, логотип главный калибр, который очень похож на знак качества. И что? Открываем коробочку и смотрим. Вот они, сами часы. Но давайте сначала, что у нас есть еще. Главный калибр, международная гарантийная карта, пластиковая карточка. Все как в добрых традициях разных хамажных часиков и часов, которые приезжают из Китая. Сами часы и пустой ценник. И книжечка информация для потребителя. Довольно большая книга. Что тут пишут? А пишут здесь про бренд главный калибр. Кто они такие и зачем они созданы? Свою миссию мы видим в том, чтобы предложить вам совершенно иной взгляд на часы. Да, взгляд на часы будет совершенно иной. Это действительно так. Вот что мне нравится в бренде главный калибр, когда я с ним начал знакомиться. Мне нравится то, что не просто так делали часы, которые бы хорошо продавались, которые бы имели какой-то красивый узнаваемый дизайн. А делали часы действительно исторические часы, которые будут посвящены каким-то интересным и важным, особым событиям из нашей истории. Ну и давайте смотреть на модель паровоз ИС-2016. Уберем сразу пленочки, чтобы они нам не мешали. Вот так вот. И давайте пойдем, ну сначала с габаритов, наверное, этих часов. Часы довольно крупные. Довольно крупные часы и диаметр корпуса здесь составляет целых 50 миллиметров. Большие, большие часы, толщина 12 миллиметров. Часы кварцевые, часы мужские. И что мы видим? Такой черный корпус часов, довольно массивный. Ремешок тканевый на кожаной подкладке. Но, если честно, ремешок мне такой не нравится. Скажу почему. Были у меня часы с подобным ремешком и он очень быстро облез. Вот эта верхняя поверхность, поэтому плюс этот ремешок поставить не могу. Хотя, если вы не будете так часто носить, может быть, долго прослужит. Черная у нас пряжка. Здесь мы тоже видим логотип главный калибр. Сам материал корпуса это сталь с PVD покрытием черного цвета. Ну и что эти часы могут? Как видите, здесь на вот этом безеле, который, кстати, нет, он не вращается. Хотя показалось, что именно так. Мы видим надпись время 1, время 2. Соответственно, у часов две заводные головки. Собственно, на циферблате часов мы видим по кругу надпись Паровоз ИС-2016, Йосиф Сталин. Разработано в России. Вот именно что разработано, а не сделано. Здесь не обманывают. В 1937 году выпущен первый советский скоростной поезд с обтеканием. Первый советский скоростной поезд с обтеканием. И, собственно, сам паровоз мы и видим. Вот он, рисунок паровоза. И сам циферблат, он как будто напечатан. Ну, как будто даже прям бумажный. Вот эти все колеса, которые имитируют колеса паровоза, скорее всего, пластиковые. Выглядят, ну, не то чтобы очень добротно, очень качественно. Но, как минимум, выглядят симпатично. Так, что у нас имеется? У нас имеются две заводные головки. Кстати, обратите внимание, у заводной головки проставочное кольцо, такого красного оттенка. Вот это смотрится хорошо, это смотрится красиво. И правая заводная головка у нас отвечает за больший циферблат, скажем так. Как видите, у часов два циферблата. И каждый циферблат, он отвечает за свое время. То есть, в принципе, в этих часах можно выставить два часовых пояса. Либо же использовать второй циферблат как 24-часовой формат. Хотя нет. Нет, как 24-часовой его использовать не получится, потому что там разметка тоже на 12 часов. Так, пошла секунда. И давайте посмотрим, что у нас этот циферблат делает. Здесь всего лишь одна часовая стрелка. Ну, вот, в принципе, как второй часовой пояс использовать можно. Наверное, кому-то это будет удобно. Хотя, не очень легко читается время. И выставить точно разницу не так уж и просто. С другой стороны, это имеем такой абсолютно простой, минималистичный однострелочник. Интересный механизм. Интересно сделано. Решение такое необычное, в принципе. Ну, и вот эти два колеса, как колеса паровоза, они так символизируют именно направленность самих этих часов. Потому что они не просто часы, а посвящены именно паровозу. Что имеем на задней крышке? Стальная задняя крышка. И здесь, ну, в принципе, не глубокая, но довольно красивая гравировка. Полностью выполнена из стали. 50 метров водонепроницаемость. Кварцевый механизм Dual Time, то есть два часовых пояса. Limited Edition. И здесь модель. Главный калибр 204.02.1.4. И видим, собственно, рисунок этого паровоза еще раз. Главный калибр. Специальная серия поезда. Номер 224 из 500. Было у меня желание вскрыть, показать вам механизм. Но, к сожалению, здесь эту крышку не так уж легко открутить. Нужен инструмент довольно большого диаметра. У меня, к сожалению, такого под рукой не оказалось. Но внутри стоит механизм Miota. Что, в принципе, довольно-таки неплохо. Конечно, это часы далеко не на каждый день. Это совершенно не повседневная модель часов. Как и, в принципе, наверное, другие часы главного калибра. Но для коллекции, наверное, будет интересно. И, опять-таки, подкупает то, что часы необычные. То, что посвящены такому интересному событию. Конечно, можно было сделать гораздо качественнее. Гораздо на другом уровне. Все-таки, такие исторические события достойны того, чтобы посвящать им часы. Такие и паровозы, и достижения другие, достижения науки и техники наших людей. Ну, в этом случае все выполнено очень-очень-очень простенько. С другой стороны, если бы часы были сделаны на кардинально другом уровне качества, тогда бы и цена была значительно выше. Сейчас же такие часы стоят порядка 16 тысяч рублей. Стоят ли они своих денег? Ну, однозначно сказать сложно. Потому что, опять-таки, такой очень частый вопрос. А стоят ли эти часы своих денег или не стоят? Сложно сказать. Каждый решает для себя сам. Я бы такие часы для себя как единственные, если бы у меня было не так много возможностей, вряд ли бы покупал. С другой стороны, если возможность есть, почему бы и не взять? Все-таки модель весьма интересная. И я думаю, если собрать несколько часов именно производства главного калибра, то получится такая неплохая интересная подборка часов. Каких-то нареканий по качеству, вот прям таких глобальных, их совершенно нет. Да, конечно, смущает, что циферблат, он как будто напечатан. Смущает, что вот эти колеса довольно, ну, такого посредственного качества. Но в целом выглядят более-менее разумно. И, ну, возможно, часы выглядят как игрушечные такие, да, которые, ну, совершенно не серьезные. Но, опять-таки, это дизайн. Дизайн, который, как я уже говорил, не повторяет что-то или кого-то. А пытались люди сделать что-то совершенно необычное, что-то новое. И показали нам вот такие часы. Такое посредственное качество печати именно самого паровоза. Здесь как будто немножко не хватило разрешения. По поводу этих колес. Ну, вы сами все прекрасно видите. В принципе, казалось бы, что можно было бы сделать и лучше. Но, в целом, выглядит довольно адекватно. Да, немножко смутил меня печатный циферблат. Он как-то удешевляет часы. Прям сильно, на мой взгляд, их удешевляет. И давайте посмотрим, как эти часы сидят на руке. Для меня этот размер явно крупноват. Я больше люблю часы размером, диаметром порядка 40 мм. Здесь, ну, значительно больше. И, в принципе, носить-то можно. Но далеко не на каждый день. И, в принципе, под какой-то действительно особый стиль. Ну что, давайте попробуем подвести какой-то итог. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этих часов. А я скажу, что думаю я. Часы интересные с точки зрения своего дизайна. Часы необычные. При этом, ну, за счет, наверное, их невысокой цены, выглядят они как немножко игрушечные. Я бы такие часы регулярно не носил. Ну, для коллекции почему бы и нет. И что нужно сделать, чтобы выиграть эти часы? Именно вот этот экземпляр кому-то из вас может достаться. Подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать один адекватный комментарий по поводу этих часов. Если в комментарии будет четко понятно, что вам эти часы неинтересно носить, вы их не хотите, вы в розыгрыше тогда принимать участие не будете. Ну и еще для участия в розыгрыше нужно будет подписаться на Инстаграм и Ютуб канал Главный Калибр. Все ссылочки и еще раз условия будут, естественно, в описании к этому ролику. Ну что, друзья, всем спасибо за просмотр. Обязательно пишите в комментариях ваше мнение. И до новых встреч на канале. Пока!